Привет, друзья, меня зовут Сергей Лихий. Сегодня я начинаю свой первый дневник, как самому затолкать пуповую грыжу. Многие считают, что это невозможно, что если в районе пупа появилась грыжа, то это нереально затолкать и надо все равно обращаться к хирургу. Я начну с предисловия. Когда я был вегетарианцем с 99 года, то, как выяснилось, вегетарианец в принципе это то же самое, что и обычный мясоед. На вегетарианстве я набирал 110 килограмм, 115, 112, 113 килограмм спокойно и даже пик был 120 килограмм. Во время такого большого лишнего веса, это очень большой вес, сейчас я вешу 80 килограмм и я понимаю, что даже 100 килограмм это слишком много, это болезнь. То есть если кто-то весит больше чем надо, это на самом деле очень серьезная болезнь. И когда ты толстый, ты этого не понимаешь, ты это только понимаешь тогда, когда ты сбрасываешь вес. На 120 килограммах или 115, я точно уже не помню, он постоянно колеблется, постоянно хотел похудеть, постоянно не получалось. Я был обычным вегетарианцем, ел молочко, любил сыр, очень сильно много ел. Тот, кто не разбирается, вегетарианство, веган, веган сыроед и думает, что вегетарианство это что-то такое, не ест мясо рыбу, что-то такое, он должен быть худым. Это все неправда. На вегетарианстве очень сильно набираешь вес. Как многие говорят ютуберы, что ты на вегетарианстве так же сам волеешь, как и на мясе. То есть вегетарианец особо от мясоеда ничем не отличается. И это я могу действительно подтвердить. Так вот, когда я весил неприлично много, я перестал заниматься каким-то спортом, бегом, плаванием, еще чем-то. Неважно, чем бы я ни занимался раньше, то когда у тебя большой вес, я не занимался этим. И когда у меня достиг большой вес, я начал поднимать даже детей, когда там спят, через всех, когда ты тянешь две руки, чтобы не разглудить остальных детей. Получается, ты тянешь до самого последнего ребенка, чтобы его перенести в другую комнату, на другую кровать. И стоишь, становишься в такое положение, которое ни один бы фитнес-тренер не одобрил, но и тот, кто занимается спортом, он такое тоже бы не одобрил. И при этом ты не напрягаешь там живот, потому что невозможно, напрягаешься, неправильно изгибаешься. И вот на этих вытянутых руках, получается, в изгибе поднимаешь самого тяжелого ребенка. В этот момент, когда ты толстый, и на тот момент я понимаю, что это очень неправильно то, что делал, но думаю, ничего не произойдет, наверное. Ну и вот так вот таскал детей. Это единственное, что мне такое запомнилось, что я делал неправильно, потому что всегда нас учил учитель по физкультуре, когда ты приседаешь с весом или поднимаешься, или что ты хочешь поднять, ты должен присесть с ровной спиной, главное правило, ровная спина и напрячь попу, ягодицы. Это самое главное правило. Если ты не напрягаешь попу и не ровная у тебя спина, значит, ты все делаешь неправильно. У тебя может быть и спина со спиной проблемы, и с попой проблемы, все, что хочешь, может быть. И вот этот момент, когда ты поднимаешь детей, если, а я так не поднимал, руки должны быть вот здесь, вот когда ты поднимаешь, что-то тяжело, но никак не вот так, и еще и все расслаблено. В общем, ну а что, 115 килограмм, думаешь, туда-сюда, здоровый, большой, толстый, морда такая опухшая, когда ты толстый, у тебя не легкая полнота и не в меру упитный, это просто опухшая морда от жира, и все жирное. Пишки жирные, все жирное. Живот, ну, не так, что, как говорят, зеркальная болезнь, не, не было зеркальной болезни, но вот тут такой торчал живот, ну, такой, это неприятно, на самом деле. Когда едешь в машине, да, вот едешь в машине, смотришь, да, сюда, допустим, вот, и вот здесь вот у тебя торчит вот такой вот большой живот, получается. Вот, нет такого свободного чувства у тебя. И потом я все-таки решил похудеть. Первый способ похудения, я выбрал именно голодание, потому что он самый эффективный. Это когда ты голодаешь 10 суток, про голодание, это все легко, можете в интернете посмотреть, если вам интересно голодание. Ты голодаешь 10 суток и каждый день голодания сбрасываешь 1 килограмм, при этом пьешь воду, только воду, больше ничего. Вот, и я вот начал сбрасывать, я 1 килограмм, 2-й, 3-й, начинаешь сбрасывать, и вот уже там на 5-й день, 6-й уже начинаешь к этому привыкать. Когда голодаешь, что ты голодаешь, сбрасываешь вес, постоянно на весы, радуешься, что ты сбрасываешь вес, и когда сбрасываешь вес, начинаешь там трогать, да, вот тут стало меньше. Тут, когда уже я сбросил там сколько, 9 килограмм первые, я еще там периодически так немножко по 3 дня голодал, 1 день, вот. На голодании я, почему я потом после голодания, спустя какой-то короткий срок, стал веганом, а я веганом стал 3 января 2018 года. То есть я где-то примерно в 17-м году, или какого-то 2017, или может быть даже в 2016 году начал голодать. Ну и все равно позже, да, ленивый, позже пришел к веганству. Но все равно уже вот этот процесс сбрасывания веса пошел, он понравился, ты меньше весишь, это тоже уже как бы своего рода почти что наркотик, когда ты сбрасываешь лишнее, то, что тебе не надо, то, что тебе всегда не нравилось, что вечно спать хочется раньше, чем надо, и днем вот эти вот хочется спать, и вообще хочется спать, поел хочешь спать, постоянно хочешь спать, да, и ночью еще хочешь спать. И вот это мне не нравилось. Ну, я не знал, что от веса действительно постоянно хочется спать. Я не знал, что лишний вес – это болезнь, это очень серьезная болезнь, очень серьезная болезнь. И я еще раз напоминаю, я как бывший толстый могу заявить, что быть толстым – это очень серьезная болезнь, от которой надо избавляться. Вот, переходим дальше. Я начал худеть, и на 9-й день, а может 10-й, может быть потом еще какую-то паузу сделал и дальше стал худеть и когда ты худеешь там да вот когда ты уже сто килограмм я постоянно мечтал там 99 99 килограмм или например я ездил берлин на на одну ярмарку вот и там тоже 10 дней я тоже сидел на одних яблоках так получилось что времени покушать нету постоянно ты чем-то мотаешься на ярмарке но это неважно пробовать как это все да даже даже минусовые проекты берлине я потерял потерял деньги не заработал на оборот потерял вот но вот эти 10 дней как-то вот не было времени покушать и я ел только яблоки тоже начал сильно худеть и вот когда ты худеешь начинаешь все щупать трогаешь как она похудела тут тут начинаешь трогать ноги ляхи трогаешь колени внизу икры все трогаешь руки и тот кто худел может знает что ты начинаешь чувствовать как будто вот под кожей такая вот как вот пески в сахаре вот такие волнистые или как на море бывает заходишь где постоянно волны это внизу чувствуешь как вот иду идет песок тоже волнами и у человека вот у меня лично было тоже так что я чувствую да даже здесь что все так вот волнисто идет то есть прослойки этого накапленного многие годы жира он уходит почему-то тоже волнами как того уходит очень странно тоже и вот я не знаю сколько на ком килограмме уже я но уже скинулась то прилично и дошел я до живота трогаю живот все тут волны тут волны все и тут я трогаю в районе пупа вот сейчас может покажу может не покажу одно не видно сейчас я вышел чтобы никто не видела и не слышал чтобы никому не мешать другую в районе пупа и там что-то такое вот ну пуп он же идет да он впадает получается а сбоку как бы снизу на снизу сбоку да если часовая стрелка взять вот это где-то на четырех часах 45 часов вот в том районе по стрелке что-то такое вот какая-то гуля торчит причем такая ну так и трогаешь она такая непонятно что то такое она была где-то размером но не знаю меток на ощупь казалось что она как будто чуть больше перепелиного яйца может быть не как теннисный шарик то есть она не выпирала еще еще не видно было как это бывает где уже после этого стану других мужиков смотреть там которые купаются что у них выпирает как будто теннисный шарик или чок это гуля в районе пупа заметьте понаблюдайте за всеми толстыми у них там на них не живы ты смотрите я начал смотреть тоже и вот у меня видно не было но я нащупал под кожей чтобы закрепить я себе диагноз поставил все это грыжа это грыжа пуповая или пуповинная я не знаю точно как она правильно произносится я понял что это грыжа такой диагноз себе поставил пошел к врачу домашнему германии и говорю ну мне кажется грыжа он щупает она пощупаю пощупал грида это грыжа все очень просто знаете как грыжа по-немецки херни в немецком языке два значения есть хорошо касается грыжи я зло из них херни а второе уже не помню так вот да грыжа все я расстроился как-то грыжа я и у меня и грыжа как такое может быть вообще непонятно всех начал спрашивать оказывается грыжа у каждого чуть ли не 2 3 мужика у меня это не радует то что каждого 3 мужика это хорошо но у меня не должно быть и я спрашиваю как там лечить какие варианты ютюб посмотрел что он как можно народные средства получилось так что ютюбе нигде в интернете ничего нету про грыжи как народными средствами только операция только вариант там разрезать или так зайти затолкать и поставить такое вот как бы типа зонтик или грибок и как он называется чтобы какое-то инородное тело чтобы она больше не выпирала что такое грыжа это это когда куски шка ну посмотрите в ютюбе там все понятно вылазит за стенки живота или за пресс за мышцы вылазит торчит как бы такая получается кишка на ну согнута вот так вот через днем все равно приходите да но она пробивает стенку вот эту живота внутри не вылазит до вот этой уже тонкой кожи и я думаю так сколько же с этой грыжи ходила но получается у меня было очень долгое время я даже об этом не знал пока не похудел я бы и не знал пока бы не похудел она никогда меня не беспокоила ну тут как всегда когда ты и находишь вдруг начинаешь уже беспокоиться я помню я еще был вегетарианцем я еще не был веганом и уже у меня была эта грыжа я где-то я очень сильно переедал зависим от еды был и я думаю даже сейчас потому что даже на веганстве я убудряюсь так обьется но к счастью веганская пища она не задерживается она на следующий день сколько я сейчас вешу где-то если на нервах были моменты нервничал и я достигал веса 78 килограмма и были моменты где там персики все-таки вкусняшки ел сладкие соответственно растительные там персики абрикосы сливы еще что там обидался ими и я набирал орешки орешки очень много орешков ел набирал 82 килограмма но потом на следующий день она опять смывает и в общем 80 в общем я как дошел до 80 килограмм до помог там еще 78 79 на нервах у меня стабильно держится 80 килограмм теперь то есть как бы я не хотел сбросить или не сбросить у меня держится стабильно почему-то 80 килограмм почему я не знаю мне кажется еще там можно скинуть но я сам не скидываю а сейчас вот лето и витамины все это ем сейчас и в гостях так вообще тут все растет свое никуда эти речи быть не может и сашу орешки здесь не и вот у меня это грыжа которая обнаружила но я все равно еще вегетарианец я бывает наемся и вот так вот он нож плохо и выпирает живот сильно особенно вот эти вот эти рестораны которые кстати нельзя ходить где можешь есть сколько хочешь заплатил если хочешь у них нельзя ходить это убийство человека человек сам себя убивая пожрать вот эта привычка я думаю нам у многих есть у многих людей я потому что в том ресторане где я был я был не один там была куча людей я видел как дети от переедания вырывали чита и соответственно мне было я ухотел сюда мне тоже было так дышать аж дышать нечем было соответственно один раз было так что я это грыжа сильно у меня от еды сильно опухла и и даже болела и я под я думаю все я сейчас или лопнет или умру или защемление или вызвать придется скорую но я там думаю сейчас это подышу отдышусь там еще что-то и если она пройдет то я обещаю что я скину вес а я не вызвал скорую я никуда не уехал мне повезло и я начал сбрасывать вес я не помню как я начал сбрасывать вес а тогда я уже переходил на веганство может что-то я не помню как может быть там частичными голоданиями может быть там за едой стал следить но я начал сбрасывать вес я начну отчет великий это 3 января 2018 год когда я после нового года именно да сказал все я не молочка я теперь веган но до этого естественно я хотел покушать всего этого сыра и так далее да и на новый год я там с друзьями просто новый год был и там тоже опять же такое обжиралово такого типа ресторана что-то такое и вот ешь ешь и думаешь зачем я ем зачем я это не вот весь новый год я продумал зачем я это делаю и в общем 3 января наконец-то стал веганом и год спустя я решил себе как я говорил сделать подарок и стать веганом сыроедом 18 декабря 2018 года не дождавшись нового года я делаю себе подарок я становлюсь веганом сыроедом но все время я в голове себе держал мысль как мне без хирургического вмешательства убрать грыжу и я себе теорию там придумал свою естественно никто никогда не одобривал ни один знакомый не один даже врач знакомый до знакомая врач я особо не распространялся про нее это похудеть чтобы все похуделать чтобы кишки похудели живот похудел а потом затолкать ее обратно и закачать ее прессом чтобы ведь и ущемление происходит если пресс начинаешь качать или делаешь какие-то упражнения или движения которые качают твой пресс хочет этого или нет нашу эту мысль и начинаю там иногда когда вспоминаю трогать эту грыжу на вот это вот то что выперла и постоянно вот не постоянно забываешь про нее и и вот недавно вот я в гостях сюда приехал играл в футбол и она опять у меня выперла да на вегано-середческой еде даже почему-то все-таки она немножко выперла я там где-то вроде там сильно не напрягался ну как сильно на футболе я футбол не играю но на воротах поставил побегал и все-таки напрягся и она вот так вот выперла у меня на следующий день когда все сошло я знал что у меня кишки по идее не с жиром уже не ну сколько я сегодня 7 месяц я на вегано-середческой то скажем так диете уже полгода у меня теперь толком и жира того нету который был раньше там кишки до толстые были и вот пользуясь случаем 25 07 2019 года мы остаемся дома потому что мой друг с которым я приехал там решил отдохнуть после этих дел я при присутствую да с друзьями где там такие дела идут общаюсь с этими людьми все равно потому что они все равно хорошие люди несмотря ни на что я их очень я вас очень люблю и и они ну там что-то то ли приболели устроили себе лазарет и я решил тоже там поваляться может какое-то видео обработать и решил вот заняться все-таки вопросом своей грыжи начал сказать интернете хирургов на украине в россии раз я в россии то в россии поеду на украину то на украине который может мне посветать который может быть там проткнет мне живот с камерой тоже это новой технологии как-то затылкают там может за счет каким-то нитками которые рассоряются уже думаю ладно что пробивает начинаю все-таки грыжу трогать да вот представьте себе что это живот и грыжа и вот так вот начинаю постоянно делать ну ладно на животе лучше покажу вот постоянно начинаю вот так и и нащупал до такой твердо и начал его так вот делать дело делать она не залазит все равно не заходит не залазит я вот так вот делаю щупаю потому что я смотрел как спать от грыжи и находил в интернете только руководство о том как у детей убрать маленький приложите монетку там пишут поглаживайте круговые движения делайте постукивайте в общем как-то у детей убирают это дело и я так прикинул что может быть дети я вырос думаю она тоже вы должно по идее сработать и начал так делать не уходит не уходит а так как я после футбола вчера тогда по 24 был футбол 25 утром после футбола на следующий день решил все-таки на голодный желудок пока еще не поел решил поделать круговые движения она вот как будто приросло приросло не выходит но я же думаю ну как же приросло и ведь она же пухла расширила да как она приросла и тогда думаешь она приросла поэтому не заталкивается и боялся порвать ему непонятно что какая там кишка какая там тонко не тонко сейчас надавлю и порву я здесь да спросил у друга говорю слушай далеко сюда больница утром спросил на лины не знаю женщины только то дcasting и массируете вот мало ли что сейчас порву сейчас три еще что сделала и начинаем массировать массировать ничего поможет не помогает так делать так и так и так и так и вот уходно так вот дел axes получилось не помогает в основном круговые движения и потом я решил повернуться я начинаю делать круговые движения и поворачиваясь на боку за счет и дело но я же представляла на картинке нарисованы кишки эти и они шевелятся если ты двигаешься они тоже двигаться шевелится я хотел их на один бок повернуть на другой бок и в этот момент я ее так и затолкал кстати это видео о том как я затолкал грыжу назад вернул один бок 2 и смотрю туда-сюда еще 2 а вот так чай дел вот так вот еще делал не только круговые но еще и вот так потом тряс вот так вот живот как вот желе да когда издевается оно толстыми там у тебя желе то есть по-всякому вот эти вибрационные движения как будто когда заливает бетон там вставляют такие железные такие круглые штуки которые вибрируют и когда она вибрирует все вибрирует но все всегда седает вниз любая вибрация всегда все как-то делает что седает вниз вот и на спине лежа я начал вот это делать упражнение вибрировать все что угодно весь живот вибрировал тело вибрировал, опять круговые движения все вот это в перемешку и еще на бок повернулся, туда-сюда и вот она раз и начала потихоньку как бы уходить, я не поверил не поверил, такое ты не веришь сколько лет она у тебя была, ты не веришь потом вроде бы еще туда-сюда, опять подвигался опять и все осталось как, ну не горошина но почти как маленькая фасоль и такое вот неприятное да, что-то такое ну не маленькая фасоль, чуть больше, чем маленькая фасоль размером ты щупаешь как маленькая фасоль и ты думаешь, да не, ну как ты не затолкаешь ты уже всё почти что затолкал а тут осталось чуть-чуть а может быть это вены, а может быть это ещё что-то, может быть нельзя и всё равно начнёшь дальше и оно произошло чудо я затолкал эту грыжу всё-таки назад, внутрь, до такого затолкал что я уже не чувствовал ничего потому что даже раньше, когда только я начинал её чувствовать когда-то давно, я чувствовал, когда я поем как там что-то, какая-то жидкость я надавливаю там там да какая-то жидкость какие-то ну не газы но такое будто ты вот какой-то пакет там ски с какими-то жидкостями трогаешь и вот он там играешься с этим моя знакомая врач она может тоже смотрит видео на мне вообще сказала знаешь это может быть не грыжа может быть это что-то раковое такое вот но я не верил ни в какой рак какой может быть рак человек который помешан на на веганстве и такое раковым клеткам просто негде размножаться нет такой среды и соответственно я этот бросил сразу раковую всю историю я отбрасываю сразу это это действительно механическая корица ломка я затолкал 25 07 2018 19 года я наконец-то затолкал эту грыжу радости не было предела снял там видео маленькая кинул тем кто за кто знал кто не верил что вот смотрите затолкал обрадовался и как это говорится а что дальше ну думаю дальше закачать ее прессом да я начал пресс делать 10 раз прямо на животе прямо держу чтобы опять не вылезла боюсь вот и начал закачивать по чуть-чуть 25 толкал а сегодня уже 28 вечер причем сейчас уже довольно таки темный вечер да может быть 22 23 часа я опять переел арбуз тут когда на природе у гостей в гостях и у них все растет свое помидоры свои все овощи свои все сливы свои и вот это и постоянное объедалово и они еще едят как назло по три раза в день я уже думаю после обеда не буду с ними есть но все равно они начинают есть и я начинаю есть и чеснок который даже не чувствуешь ешь и ешь и все одно свое не вот сейчас решил все-таки рассказать 28 число и что я я придерживаю до сих пор и когда переедаю я все равно что-то все-таки она пытается вылезть обратно и она с размером примерно фасоль да ну не сильно большую обычную фасоль до классическая фасоль то сколько это примерно у нас полтора сантиметра может быть 17 сантиметра вот такая вот штука вылазит пытается иногда я когда передаю я может быть уже там дырка какая-то я уже нащупываю как граничит постоянно то есть получается что там действительно образовалась наверно такая вот как бы дырка и она вот это вот играет на кишка которая там ходит двигается и все-таки как-то наши сколько лет два года она минимум там было да в этом положении там все под эту в выбиравшуюся кишку сформировалась это полагаю потому что мне кажется я даже чувствую этот карман который где была кишка это да где вот пространство пустое осталось и мне кажется даже я чувствую это но я вот это вот не хочу это верить что она так и останется постоянно я вот это все переколачиваю все перемешиваю чтобы может быть сорвать вот эту вот среду которая была эти стенки чтобы нарушить чтобы лучше даже когда кишка обратно туда 25 числа когда я первый раз затолкал туда плюхнулась то даже было тестовато мне так показалось и там потому что она не привыкла там быть да на своем месте и было привычным быть не на своем месте так вот друзья сегодня и уже 28 число я решил вести дневник что же буду делать затолкать то я ее затолкал задержать я еще не задержал и поэтому сегодня первая часть первое этого видео я буду вести этот дневник в первую очередь для себя я думаю все-таки как-то без врача обойтись своими силами с вами был сергей лихий до следующей части